здравствуйте друзья доброе утро вопросик здравствуйте михаил наслаждаемся вашим обществом на ютюбе около пяти лет это ветераны друзья так спасибо вам за мудрые видео все что вы делаете для ваших выпускников это вступительная часть меня зовут алексей 35 лет вот по делу супруга двое детей 11 и 4 года у нас супруга и высшее образование я металлург она кадровик правда по профессии не работаем 10 вполне по российским меркам и возможно в и возможно взгляды со стороны благополучная семья любимая семья которая всегда меня поддерживает свой дом машина работа дочь отличница сын вундеркинд ты смотри прямо прямо как евреи какие-то да смотри вот значит шучу значит а сын вундеркинд они откроют для вас секрет тяжело в стране жить нет не откроет очень хочется детей увезти отсюда и себя в придачу последний год активно занимаемся иммиграцией дабы история для политубежища есть реальное с доказательствами и документально подтвержденные органы соответствующие подробности по понятным причинам опущу уже начали работать с адвокатом виза на руках но вот какая у нас проблема мы никому не говорим о наших платных живем далеко от родственников в другом регионе общаемся редко но отношения хорошие помогают материально из собственных побуждений мы не просим тут приезжали к нам в гости родители и мы полонамеком так найти издалека полонамеком решили прощупать почву и просто завели разговор в русле вот мы бы хотели уехать жить штаты знаете так они ничего так не говоря конкретно так но на что последовало столько негатива мы просто оцепенели и постарались свести разговор в шутку родители уехали разболтали все родителям жены те тоже начали обрывать телефон и причитать что мы сумасшедшие чтоб забыли про это и так далее если честно мы с женой почувствовали себя сиротами при живых родителях осадок такой остался так хотелось поделиться и чтоб тебя поддержали порадовались ведь положительные энергетические потоки нам были бы кстати ну так ваше вот общаемся чё же вот сейчас будут потоки видно не видать нам одобрения и благих слов и пожелания удачи мы с женой вынесли из этого тут солнышко на на экран на камеру ну ладно мы с женой вынесли из этого что со своими детьми никогда так вести себя не будем будем уважать их желания и мнения это их жизнь а мы лишь должны помочь чтобы нужно в нужное русло потекло в общем не знаем как поступить думаем конечно уехать не прощаясь ибо негатив и истерики нам не нужны итак тяжелый путь предстоит впереди думали записать видео письмо ну как-то надо ведь попрощаться михаил вы очень мудрый это тонко-тонко ждем с нетерпением видео по нашему вопросу если посчитаете его достойным для видео на вашем канале спасибо давайте я начну может быть немножко с того как мы уезжали потому что у нас была похожая ситуация так сложились обстоятельства что после афганистана ввода советских войск в афганистан значит там лет 10 ну или близко к тому выезда не было потому что как бы вот развалилась эта политика разрядки и советский союз перестал выпускать значит это те технически это называлось там воссоединением семей а на практике просто им сказали вот там если хотите чтобы мы там какие-то процессы с вами вели вы тогда будете евреев выпускать каких-то количествах какую-то квоту им там установили вот и так просто уехать нельзя было значит вот и что произошло значит когда 79 год и все это рухнуло а в семьдесят восьмом я закончил институт и практически сразу после окончания института вот несколько наших знакомых а 78 год тогда еще надо спокойно выпускали и в общем они превышали эти квоты там квота была там там 36 тысяч год выпускали по 50 и по 60 то есть так они не жалели в общем короче несколько знакомых подали на выезд и собственно и уехали там кто-то уехал кто-то застрял там по-разному происходило но и и короче мы там с кем-то списались из ребят которые раньше уехали и нам нам вот в этот момент очень хотелось уехать потому что там был тяжелый момент связаны с распределением когда знаете я был такой весь круглый отличник там за пять лет ни одной четверки не получил в институте и и меня ник на работу никуда не брали ну то есть брали куда-то куда-то но уже знаете вот а короче вот это вот и удар такой был сильный по голове и хотелось еще плюнуть и смыться куда короче так вышло что родители там мы жили с родителями да с моими и они почту из ящика там брали и увидели какой там письмо и в общем они разволновались очень все-таки паки папа он 30 лишним лет там в мвд прослужил он тогда в отставке был но но все равно это влияет сильно вот и и брат у меня в ящике работал таком закрытом учреждении там ну короче там был шорох такой из и сам одесса вот сейчас как этому клоню в этот момент у нас гостил мой дядя мамин брат старший хирург из витебска это в беларуси областной центр вот он такой это вот наш самый любимый родственник был он с юморком такой знаете просто что-то такое невероятный чек такой ураган вот и и очень этичный и очень профессиональный и умнейший умнейший дядьку себе представить не может короче он был собственно заведующий хирургическим отделением в этой витебской железнодорожной больницы и вот он и он когда мама будет ты представляешь миша чего значит тому думал и он был просто не он не был возмущен но он был потрясен а он говорит миша он год у вас квартира в москве это у вас где-то у вас это куклу что что тебе не хватает в этой жизни знаете да но в общем короче проходит какое-то время это начало истории значит тогда у нас ничего не получилось естественно там все это закрылось и мы уже как бы не то что совсем забросили но не было возможности и вдруг открывается снова ворота ну и сначала уехали уехала сестра светланы через год уехали ее родители уже пенсионеры оба были но как-то вот у них такой был авантюристический такой посыл вот им не было плохо то есть они как-то нормально жили но хотелось мир посмотреть знаете как то вот они ну и дальше уже там до нас нашел черед вот и морей тебе безумно переживали и когда нужно было подписать бумажку мне о том что нет материальных претензий со стороны родителей тоже по закону дети должны содержать родителей в старости если те немощные и там так далее хотя моего папы забыла пенсия больше чем моя зарплата там инженера там или и научного сотрудника но тем не менее вот значит короче надо было подписать эту бумажку и у него инфаркт было попал в больницу вместо него подписывал наш приятель как вот свидетельцы сказать да под нотариально там заверением нотариальным и так далее в общем такая вот была грустная история нас нас не понимали и потом опять брат работал в ящике и но уже был 90 год советский союз как-то так рушился и это еще не было так совсем понятно но но как-то люди по инерции живут знаете вот нам уже не в моготу было свет света очень хотела у нее тоже такой случай произошел она стала к кандидатам наук диссертацию защитил и не могла работу найти вот под под это вот вот по специальности можно сказать то есть защититься можно а работы нет вот сюда куда не начни идешь там в общем тоже такой был кризис вот под это дело мы и уехали но то есть родители они конечно очень переживали но но конечном счете нас отпустили и можно сказать благословили это просто было связано с их личными переживаниями это не было связано с тем чтобы нас там блокировать или не подписывать у нас есть приятель которому мать 10 лет отказывала подписать специально чтобы он не мог уехать уже она считала что это неправильно а он уже был он был диссидентом то есть он уголь кидал кочегарки понимаете его вообще никуда на работу не брали кроме кочегарки вот а он физик там в общем чё говорить так что нет они они не противодействуя на просто очень переживают и вот проходит там пару лет и родители тоже понимают что ехать надо потому что все сыпется медицины нет и отец был в болезненном таком состоянии его привезли сюда был был такой медицинский рейс то есть когда людей со слабым здоровьем с врачами сопровождающими их там грузили в самолет и врач всю дорогу был с ним и мне его врач вот из москвы в сан-франциско в аэропорту сдал нам тележечку эту самую инвалидную подкатили коляску вот это вот посадили отца и и мне его врач выкатил оттуда и сдал на руки под расписку короче такая вот была грустная история но значит там что произошло значит ссср рассыпается родители собираются ехать мама а у нее старший брат значит витебский и мало того старшего брата сын капитан первого ранга на северном флоте служит военный моряк вот и короче ну мама ожидает что брат ее не будет рад от новости о том что мы уехали что они собираются ехать да я от него скрывалась он не знал что мы уехали так чтобы не не напрягать короче и мама не хотела брату говорит она думала но я уже в америку приеду я его тогда вот там напишу и пошли они в такую организацию назывался на спейт и спейт спейт занимался как бы оприходованием там вот этих вот беженцев то есть медицинские анализы там бумажки туда-сюда то есть как-то вот было какое-то организующие такое звено процессуальное и вот она сидит там в очереди там из какой-то женщины разговорил знать рядом женщина женщина вот так слова со слова выясняется что женщина из витебска так это ой где-то меня витебский брат живет а где брата что брат выясняется что женщина с этим братом живет на одной лестничной клетке дверь в дверь вот радости нет конца тут мама соображает что как бы она брату не рассказала потому что да а женщина тоже вот в той же самой очереди на тот же самый выезд и значит и она ей говорит вы уже ему не говорите потому что это мы не хотим его расстраивать так конечно о чем разговор какие могут быть разговор короче не успела мама доехать до дома буквально ну там я утрирую может быть на следующий день звоните и брат из витебска в прекрасном расположении духа и значит он егает послушайте ведь раз такое дело давай ведь я приеду это чё-то вас там шмотки кинь заберу чем выкидывать а он был автомобилист был заядлый автомобилист он с конца сороковых вот он значит имел такой автомобиль сякой автомобиль он приехал за него прицепчик был к жигулям вот он приехал там значит после позабирал для дачи найти там какие-то какое-то там барахло вот потому что с собой не заберешь на это ну в общем оказалось что вот все не так страшно и там те люди которые казалось бы должны были ужасно ругаться и возмущаться в общем-то в силу того что все-таки брат ее был ну как сказать не глупый мужик вот и и в то время как то уже страхов было меньше родители уезжали где-то году в девяносто втором самом конце девяносто второго года вот уже как-то меньше напряга было я уж не знаю там что сказать но так вот получил значит теперь давайте мы вернемся к ситуации с нашим зрителем ветераном можно сказать нашего канала так алексей 35 лет значит понимаете что получается они к вам хорошо относятся они родственники до которые переживают там и так далее они постарше но вот если вам 35 лет то я себе представляю что вашим родителям они уже практически где-нибудь либо уже пенсионного возраста либо на подходе к пенсионному возрасту поэтому для них стабильность как бы основное так сказать очень важно место в жизни занимает кроме того они смотрят на ваших деток давайте это вы думаете что это ваши дети что правда но но это же их внуки понимаете у них совершенно обостренное чувство заботы безопасность деток понимаете вот вы может быть там не соображаете и деток подставляет а с их точки зрения вы не соображаете потому что обама чмо и и все остальное то есть им кто-то рассказал такого значит вопрос какой значит с одной стороны вышел облом такой да то есть мы думали что вас поддержат а вас не поддержали и и это конечно говорит о том что вы мало общались со своими родителями потому что если бы вы с ними систематически общались то вы бы в тех или иных проявлениях давно бы видели как они к этому относятся но вышло так значит вы можете понимаете вы могли бы сказать что например вы могли бы сказать что вот предлагают поехать поработать на пару лет да это же не то же самое что скажем со всем там иммигрир ну скажите там вот то есть можно было так сказать и тем тем кто на будущее хочет вот может быть вашим путем да вы можете сказать знаете вот есть возможность поехать на пару лет на работу значит тоже есть вариант что вам сказать какой кошмар а есть вариант что вам скажут да вроде а чё нормально денег заработаете а третий вариант вам скажут а чё на работу уже поедете так уже и оставайтесь в эти и вы как бы даете людям возможность себя проявить вот тут как бы совсем уехать конечно такой более экстремальный вариант постановки вопроса но по большому счету я вам скажу такую вещь конечно хорошо бы получить какой-то импульс такой позитивной энергии от близких людей там и тогда ну ну да ну конечно здорово но с другой стороны ваша жизнь от этого ну никак не зависит то есть когда вы занимаетесь такими вещами у вас такие планы интересные значит вы должны исходить из того что вашей внутренней энергии вам должно хватать вашего внутреннего позитива вашей мотивации понимания что вы делаете как вы делаете и так далее но ну хорошо но не вышло ну не вышло значит вы же не можете изменить то что в недосягаемости как бы для вас выгодить значит вот констатируем факт факт такой что им это не нравится они к этому плохо относятся там и так далее но значит что это значит возможные варианты значит вариант первый они потихонечку привыкнут к этой мысли и и стал от к этому лучше относиться потом они к вам приедут в гости и потом они совсем к вам приедут когда они увидят что все это они же обмануты понимаете они же ведь не знают ничего их мозг прокомпостирован профессиональными лжецами поэтому но но это близкие люди вы с ним и вы с ними уже и так связаны очень мощными энергетическими связями которые не ослабнут они они есть и они будут всегда поэтому ну ну они не поддержали это ваше решение они может быть напуганы это бывает поэтому есть широкий спектр вариантов да в будущем знаете вот вот мой папа у которого был инфаркт от одной мысли что он должен что-то мне там подписать значит этот же самый папа через два года приехал а еще там через несколько лет гражданство американское принимал ему было 80 я могу зачем тебе это и он и он говорит чек такую жизнь прожил вы себе не представляете какую сложную и и он мне он этот экзамен он готовился к этим экзаменам 80 лет он он по-английски не говорил я ему говорю зачем ты это все он говорит ну ну послушай он год вот ты молодой ты работаешь ты как-то самореализуешься вот в каких-то вещах а а у меня нет другого способа показать вот как я ценю то что эта страна для меня сделал ему течение первого месяца после приезда ему поставили я боюсь соврать 4 4 шунта поставили 4 байпаса на сердце он после этого еще жил 20 лет понимаете а там уже на улицу не выходил и и он говорит я у меня нет другого способа и и вот он и он пошел на этот экзамен я с ним был там и ему там плохо стало и и офицер который там был иммиграционный он видит такое дело говорит подождите ребята секундочку ушел и пришел с женщиной с начальницей который вы тут же и присягнула он как я чувствую что ему сложно будет приходить официально на официальную процедуру принятие присяги что он в общем то не в таком замечательном состоянии здоровья он как мы сейчас вот короче пришла женщина я гонат же я даже не знал что так бывает 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 и это человек который у которого был инфаркт от одной мысли понимаете поэтому не так все плохо я вас я вас уверяю что нет никакой фатальности в той реакции негативной которая у них есть цените цените что у вас есть родители цените что они вас любят и деток ваших любят понимаете цените что между вами есть вот эта сильная связь люди вам даже денежкой помогали не потому что вам это нужно им это было нужно понимаете им было нужно чувствовать себя востребованными вот этот поток энергии он же идет от родителей к детям от родить от дедушки с бабушкой к внукам он не идет в обратную сторону он именно в этом направлении идет у вас совершенно потрясающие родители понимаете правильные хорошие но они чего-то не понимают ну так и ничего страшного у них есть возможность и я вам другое скажу как бы так чисто вот по жизни у вас есть история вы работаете с адвокатом все замечательно я думаю вас не будет никаких проблем там с тем чтобы может быть получить это политическое убежище там и так далее да да представьте себе что вы приехали у вас уже грин карта в руках разве это значит что все будет замечательно понимаете есть есть масса народа которые вроде в грин карту выиграл приехал и как приехал так уехал тоже же бывает понимаете поэтому не то чтобы у вас есть какая-то абсолютная правота у них какое-то абсолютное непонимание все в балансе находится поэтому если вы верите в то что вы делаете делайте то что вы делаете докажите что вы были правы себе в первую очередь соответственно уже им им проще будет вот и значит как уехать господи это 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 тонко зависит от того в каких вы отношениях все-таки у вас близкие отношения уехать не прощаясь ну если вы считаете что они вас будут обдавать каким-то негативом а вы явно к этому плохо относитесь то есть вы неравнодушны значит вы едете себе так вы едете себе и прощаться вам ни с кем не надо абсолютно вы вы едете не прощаясь потому что вы реально не прощаетесь вы едете и вы говорите ребятки значит мы мы пока что вот переехали так вот если вы в соседний город переехали надо прощаться что вы видите мы пока вот переехали тут обустраиваемся на новом месте значит как обустроимся пригласим вас в гости вот и так вот не прощаемся скайп есть телефон есть я не знаю ну скайп даже лучше вот денег не стоит имейл есть чего вам прощаться то вы вы чё на тот свет что ли уходите прощаться все рядом вот не надо прощаться у у вас абсолютно не нет повода прощаться я я не вижу такого повода ну просто сказать то мы поехали но вы можете оттуда сказать это это не имеет значения они уже знают ваши намерения они 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 уже готовы внутренне понимаете не то что вы их как-то удивите огорошить или там что то такое я правда не вижу не вижу большой проблемы они вас очень любят понимаете и это хорошо другие вскоре ну едут и едут какое наше дело вот а есть такие что детей бьют знаете сколько я писем получают людей которые от родителей слова доброго не слышали в жизни а только им говорят что все на все проблемы от тебя вот если я тебя не родила тогда я бы там истуд закончила там доктором наук стала бы еще там все из-за тебя я такие письма получаю поэтому все намного намного лучшего с моей колокольни чем может быть вам показалось то что ваши ожидания не совпали с реальностью понимаете но реальность не такая плохая вот вот я бы так сказал реальность совсем не такая плохая так что ребята езжайте пусть все будет отлично у вас а с родителями я вас уверяю что все наладится когда когда есть вот такие связи когда есть любовь когда есть переживания со переживания и так далее все остальное ерунда все приложится Счастливо!